Всем привет! Это первое видео из серии Сеньор Помидор Архитектор, и сегодня я расскажу про модульный Монолит и про микросервисы. Как мы их масштабируем и что будет лучше для производительности. Есть такое простейшее, типичное объяснение этой темы, что Монолит это один сервер, который делает все задачи, а микросервисы это когда каждый как бы используется для своих задач, что делает архитектуру более гибкой, и поэтому микросервисы это однозначно хорошо. Такое чересчур упрощенное объяснение на самом деле сильно искажает понимание вообще, что такое микросервисы и зачем они нужны. И вообще, вот какая могла бы быть причина делать микросервисную архитектуру? Когда вы делаете свои личные проекты, вы делаете микросервисы? Если да, то зачем? Ну, вы могли бы их делать, скажем, чтобы потренироваться, и это ок. Ну, я надеюсь, что с целью потренироваться вы не будете внедрять микросервисы для реальных, скажем, лайв-проектов. Для себя я вижу только одну, наверное, причину внедрять вообще какую-либо архитектуру. Это производительность, да? Если бы абсолютно все задачи отрабатывали в нашем приложении, скажем, за доли секунды, то вообще зачем какие-то сервисы? Настроил один раз сервер с приложениями, базой данных, и этого достаточно. Зачем нам платить больше? И, наверное, для большинства веб-проектов действительно этого достаточно. Но когда мы планируем, что приложение будет под нагрузкой, или мы уже столкнулись с какой-то нагрузкой, то нам надо его компоненты масштабировать. И тут действительно могли бы помочь микросервисы. Но вот насколько они могут в этом помочь, и как мы можем масштабировать приложение с микросервисами, и как мы можем масштабировать приложение с Monolith, да? Вот об этом и будет, собственно, это видео. Для начала давайте представим себе приложение. Вот у него есть три компонента. Значит, это orders, то есть заказы клиента, и какие-нибудь его там личные данные, допустим. Это биллинг и бухгалтерия, формирование, не знаю, скидок, выставление счетов там и так далее. И продукты, значит, обработка продуктов, то, что мы продаем. К примеру, наличие продукта в магазине мы можем определить где-то вот в этом приложении. Ну, то есть вот такая вот набросок такой бизнес-логики. Для монолитной архитектуры у нас есть ап, вот назовем его так, который представляет собой веб-приложение, которое подключается к базе, само собой. И это самый простой вид проектирования, который, в принципе, встречается в большинстве туториалов или курсов. С другой стороны, есть сервисы. Тут несколько апов. На картинке три, но в реальности может быть намного больше. Смысл от этого не меняется. Микросервисы всегда каждый обращается к своей базе, и это обязательное условие. В этом и есть их главное, по сути, преимущество и недостаток. Входная точка у микросервисов – это API Gateway. Иногда он также занимается и аутентификацией, далее он обращается к другим микросервисам. В каких-то случаях пользователь может напрямую запрашивать данные с микросервисов. Ну, это скорее удобно, когда эти данные редонли, и запросы не требуют аутентификации. Чаще всего все-таки используют Gateway-сервис. Иногда микросервисы обращаются друг к другу. Ну, к примеру, если персональная скидка пользователя зависит от суммы его заказов в этом году. Тогда в этом случае сервис Billing по внутреннему API как бы будет обращаться к сервису Orders. А сервис Orders делает запрос в свою базу и возвращает ответ. Чтобы сервису Billing узнать, сколько было заказов, на какую сумму, от этого вычислять персональную скидку. Ну, к примеру, вот для этого. В Monolith же тоже происходит это обращение. Но из любой части приложения оно может идти непосредственно в базу, так как база-то у нас одна, и все части приложения как бы находятся в одном коде и к ней подключены. Так вот, чем занимается Gateway? В микросервисной архитектуре Gateway выполняет роль того, что вот в некоторых известных вам фреймворках можно было бы назвать middleware. То есть аутентификация, допустим, троттлинг, роутинг, вот такие вот вещи. Иногда Gateway используют так, что и агрегация ответов от нескольких микросервисов собирается в нем. Только тогда вопрос, как бы это можно было совместить с тем требованием, что IP Gateway не должен ничего знать о бизнес-логике приложения. Ну, бывает и такое. Если резюмировать, то все, что до View, это в Gateway, а сами View будут уже непосредственно на сервисах. Есть вариации, но это наиболее распространенный вариант. А в Monolith же это просто инстанс-приложение. Он сразу получает входящие запросы от клиентов, и все вышеперечисленные слои, они будут на нем. Какая разница в производительности? Ну, если Gateway не перегружен, да, если он не стал бутылочным горлышком, то логично, что три веб-сервиса, они будут обрабатывать запросы быстрее, чем один, правильно? Для такой схемы, я думаю, что это утверждение справедливо, но пока мы не начали масштабировать, и скоро мы до этого доберемся. Есть еще одна интересная и супер важная для приложения тема. Бывают два вида задач в целом. Есть такие мгновенные задачи и, скажем, отложенные. Это всегда и везде, ну, во всех приложениях так. То есть те, которые обрабатываются синхронно, а клиент ждет от сервера, пока эта процедура не закончится, и он не получит у себя там ответ на веб-странице, к примеру. Когда сайт долго грузится, там внутри вот происходит что-то такое, да, формируется ответ. Но, конечно, чем пользователь меньше ждет, тем лучше. То есть те задачи, которые могут запускаться отложено, они должны запускаться отложено. Пользователь должен получить сразу только те данные, которые он должен как бы сразу увидеть, да, а остальное все можно посчитать где-то там параллельно, и для этого мы используем воркеры. Каждый может иметь свое назначение. К примеру, в монолите три воркера, и, допустим, у каждого микросервиса по одному. В монолите, по сути, это тот же самый гид-репозиторий, то есть тот же код, который находится на аппе, тот же находится и на воркере, только выполняются из этого кода, а написанные в нем отложенные задачи. А на аппе из этого кода исполняются вью-классы, так как там обрабатываются HTTP-запросы. И каждый воркер может предназначаться, в принципе, для каких-то своих задач. Один для выполнения задач по ордерс, другой для задач по продуктс, по бильнингу и так далее. И в этот момент, вот когда в монолите появляются компоненты, каждый из которых отвечает за свой функционал, мы можем назвать эту архитектуру модульный монолит. И, по сути, любой проект на монолите совершенно естественным как бы образом по мере заработки превращается в модульный монолит, потому что мы всегда пытаемся что-то сделать для увеличения его производительности. К примеру, нам нужно высчитать скидку от суммы прошлых заказов, и мы делаем это на воркере, и рассчитанный процент персональной скидки сохраняется в базу. По сути, в ту же самую базу, с которой работает апп, с которой работают и другие воркеры. И примерно то же самое для микросервисов. То есть тот же код, который есть на микросервисе, как правило, он же находится и на воркере, только выполняются там отложенные задачи из этого кода, а на микросервисах, соответственно, обрабатывается вью из этого кода, вот они обрабатывают HTTP-запросы. И тут довольно важный момент. По сути, разница, она как бы вот в кодовой базе. То есть если в первом случае мы на каждом воркере запускали апп целиком, но пользовались только теми частями приложения, теми функциями, которые соответствуют вот той части приложения, для которой воркер это создан. То есть BillingWorker выполнял задачи из модуля Billing, значит, ProductWorker из модуля Product, OrderedWorker из модуля Orders и так далее. Хотя кодовую базу они имели одинаковую. Это просто каждый из нее как бы пользовался своей частью. То в микросервисах у каждого сервиса был свой код. Свои репозитории, как правило, и воркеры как бы соответствовали микросервисам. И вот если мы сейчас сравним именно Monolith и микросервисы в случае с воркерами, то какая разница для производительности? Для аппа выполнить какой-то файл из большого репозитория или выполнить файл из маленького репозитория, ну это одно и то же. Но разница есть. И если каждый воркер пишет свою базу, то каждая отдельно взятая база будет нагружена меньше. Это хорошо? Несомненно. Но какой ценой это дается, мы об этом поговорим чуть позже. Еще один компонент — это менеджеры очередей. И аппы не передают задачи воркерам как бы напрямую. Для этого используется очередь сообщений. И для каждого типа воркера есть своя очередь. И тут мы добрались уже до горизонтального масштабирования. Каждого воркера может быть по несколько штук. Таким образом, мы довольно легко масштабируем вот эту часть приложения. К примеру, три продукт-воркера разбирают очередь из четырех задач в продукт-кью. Каждый взял по одной, и оставшаяся одна остается в очереди. Вопрос — кто ее возьмет, если воркеров всего три? Ответ — кто первый освободится, ну тот ее и возьмет. И, конечно, каждый воркер после выполнения задачи кладет результат в базу. Совершенно то же самое происходит для микросервисов, за исключением того, что результаты кладутся каждый в соответствующую базу, соответствующую тому микросервису, с которой он связан. Что мы еще можем сделать для масштабирования приложений? К примеру, мы можем поставить load balancer для монолитной архитектуры и несколько инстансов апа. В микросервисной архитектуре в качестве балансировщика обычно выступает IP-гейтвей, а масштабируются сами микросервисы. Ну, примерно так. Я думаю, вы поняли идею. И, конечно, дубликаты микросервиса orders будут подключаться к базе сервиса orders. И масштабируется это сколько угодно. То есть мы могли бы сделать пять веб-серверов на каждый микросервис или пятнадцать веб-серверов на один монолитный ап. По деньгам это бы стоило, получается, одинаково. И в микросервисной архитектуре есть еще одно интересное дополнение. Это сервис-регистри. Это такая система, где каждый микросервис регистрируется, когда стартует, указывает там свой адрес, по которому он находится. И, к примеру, сервис order, вот спрашивают у него, а какие есть адреса сервиса биллинга, куда я могу обратиться. И, допустим, он может обратиться в первый раз к одному из них, а в следующий раз обратиться к другому. Таким образом распределяется нагрузка между смасштабированными сервисами при их обращении друг к другу. Данные эти отдает сервис-регистре. Ну, иначе как бы сервис order узнал, что сервисов биллинга много. В монолитной архитектуре такой проблемы не стоит. Одна часть кода обращается к другой части кода внутри одного приложения. Просто масштабируется приложение целиком. А не частями. То есть в обоих вариантах, как правило, мы используем горизонтальное масштабирование для всех компонентов, ну, чтобы умножить их производительность. Но дело в том, что мы не можем вот так просто взять и горизонтально масштабировать базу данных. И в случае с микросервисами их три, ну, по одной на каждый сервис. И в случае с монолитом она одна, что может стать бутылочным горлышком для производительности. Ну, и для этой проблемы есть разнообразные решения. К примеру, мы можем сделать ридон для базы данных и соединить их с главной базой при помощи механизма репликации. Мы только должны установить, какая база главная, а какая будет с ней синхронизироваться. Таким образом, мы можем разгрузить главную базу и делать операции чтения из других баз. И все обновления будут автоматически применяться из базы данных, в которую мы пишем, как бы в другие базы, в ридон для базы. Репликации используют коммиты базы, а не SQL команды, что делает ее довольно быстрым механизмом синхронизации, ну, практически мгновенным. И мы можем делать ридон для базы под конкретные нужды. Допустим, одну базу для запросов по биллингу, вот пришел запрос на веб-воркер, если это запрос на вьюшку биллинга, то она подключается к соответствующей ей, как бы, биллинговой ридон для базе. Или при желании мы даже можем сделать несколько баз для какого-то одного части приложения. Но писать они будут все равно в главную базу, так как репликация без потенциальных конфликтов, без проблем делается только с одним мастер и несколькими фолловер. Есть и мультимастер репликейшн, эта технология достаточно непростая, и, к примеру, Passgress ее не поддерживает нативно. И наверняка уж внедрить микросервисы будет проще, чем внедрять вот какую-то мультимастер репликацию. И в этом смысле микросервисы лучше, что тут есть три базы для записи, не одна. Но это не делает их какими-то особенно масштабируемыми. Да и это и не есть масштабирование. Мы просто разделяем между ними функционал. Будь у нас хоть 20 сервисов и 20 баз, если повышенная нагрузка будет на один из них, у нас не будет способов увеличения производительности в этом случае, кроме тех же самых, которые применимы к модульному монолиту. И давайте еще немножко усложним картину. Добавим вертикального масштабирования. Вертикальное масштабирование это когда мы выделяем как бы разные ресурсы для каких-то видов воркеров или видов аппов. К примеру, воркеры могут быть разные по памяти, как и микросервисы, могут быть тоже разные по оперативной памяти. И мы можем делать индивидуальный подбор мощности сервера в зависимости от того, какие задачи на нем исполняются. Для каких-то задач, к примеру, нам нужно будет держать на воркере 2 гигабайта, особенно когда база большая и приходится перебирать много данных, а для каких-то будет достаточнее 512 мегабайт. В микросервисах также принято индивидуально подбирать мощности под сервис. В модульном монолите, впрочем, мы могли бы настроить лолбалансер так, чтобы в одном из аппов модульного монолита принимать запросы на определенные урлы, к примеру, избильник, который, я не знаю, наиболее прожорливый, для этого увеличить предводительность конкретно этого аппа. Ну, допустим, добавить ему оперативной памяти. И вот примерно так и выглядит реальная инфраструктура приложения. Но это еще довольно упрощенная схема, которая собирает в себе только самые типичные решения. Посмотрите на эту большую инфраструктуру. Выглядит так, как будто бы общего у микросервисов и модульного монолита больше, чем различного. И по сути разница только в двух аспектах. Первый – это гид-репозиторий, один или несколько, что добавляет нам возможности разграничивать права разработчиков на разные части кода. И второй – это база, когда нагрузка на запись идет в одну базу или в несколько баз. И то, и другое имеется и плюсы, и минусы, и об этом я расскажу дальше. А теперь, когда мы рассмотрели возможную схему масштабирования проекта с микросервисами и модульного монолита, давайте рассмотрим преимущества, которые часто приписывают микросервисам. Они менее связанные. Физически – да. Если вот под связанностью мы понимаем использование функций одной части кода и другой части кода, к примеру, обращение из части кода orders в таблицу с products. Такого и не могло бы быть, если бы эти сущности находились как бы в разных сервисах, то есть и в разных базах. Но дело в том, что связи определяет бизнес-логику проекта. Разработчик связывает какие-то части приложения не потому, что ему так хочется их связать. Если мы говорим про именно продуктовую разработку, то обычно части проекта они чисто логически связаны в одну систему. Если вот продукт связан с ордером, то он и будет как бы связан. Выделение части кода в другой микросервис эту связь не убирает. Он просто делает ее сложнее. В одном случае они будут связаны через базу, а в другом случае они будут связаны через запрос API, а потом запрос в другую базу и потом возврат ответа. А создание запроса и потом обработка ответа это достаточно большой оверхед. И даже дело не в смысле производительности, хотя в случае использования API словев будет на порядок больше, чем в случае запроса напрямую в базу. А дело даже скорее в том, что как сильно возрастает количество кода, который приходится обслуживать. И запрос в базу, конечно, будет всегда быстрее и проще написать разработчику по сравнению с созданием API endpoint. А для бизнеса, конечно, лучше, когда обслуживание технической части кода занимает меньше времени и сила разработчиков уходит больше на разработку бизнес-логики приложения. Следующий аспект это масштабирование. Масштабируются ли микросервисы лучше? Я бы сказал так, что вот величина масштабируемости микросервисов по сравнению с монолитом будет как бы определяться тупо количеством микросервисов. Все остальное оно масштабируется одинаковым способом. И вот такое разделение ответственности между микросервисами это как бы не есть масштабирование, потому что оно не отвечает главному требованию масштабирования. Мы не можем когда захотим добавить сколько хотим микросервисов. Каждый из них отдельно проектируется, отдельно создается, внедряется в инфраструктуру. И если мы скажем масштабируем какой-то микросервис просто при помощи дубликата существующего, то это по сути тот же самый способ, который мы и масштабируем монолит. Лучше ли микросервисы в плане вертикального масштабирования, когда значит разные сервера, разные компоненты могут быть разные по ресурсам. Как я показал на предыдущей схеме, это также легко и решается в любой архитектуре. К примеру, когда мы создаем воркеры разной мощности под разные нужды или создаем веб-апы, которые каждый бы обрабатывал свои углы. Лучше ли в плане производительности микросервисы по сравнению с модульным монолитом? Если в приложении увеличивается нагрузка, то мы неизбежно должны увеличивать производительность. Это логично. И по сравнению со всем как бы тем, что мы делаем для увеличения производительности, а это в принципе похожие вещи вот в той и в другой архитектуре, прирост производительности именно за счет микросервисов уже не такой значительный. Если, конечно, мы не делим приложения на сотни микросервисов и каждого своя база, тогда прирост будет значительный, но и оверхед на их взаимодействие будет колоссальный, он будет огромный. Несомненно, когда каждая часть кода имеет доступ в свою базу, а не все в одну, это более производительность, ну и база отдельного сервиса может быть также перегружена и должна быть сама по себе уже масштабируема. И если приложение нагружено сильно, то каждый микросервис будет иметь вот такую же широкую разнообразную схему, какую мы и применяли для модульного монолита. А запись в базу это зачастую и есть узкое горлышко производительности, и это как раз то, что масштабируется плохо. И тут мы могли бы использовать, ну, к примеру, датабейс-шардинг как вариант, когда каждый юзер, допустим, определяется в какую-то или в одну из нескольких баз, и где у нас есть какой-то вот сервер конфигов, в котором указано, какой юзер в какой базе лежит. Соответственно, датабейс-шардинг мы можем применять как бы и в том, и в другом варианте. И такое решение, конечно, плохо подходит для каких-то общих данных. Оно больше подходит вот для тех данных, которые соответствуют по юзерам, по клиентам, почему-то еще. А общие данные, то есть как бы агрегированные из нескольких, рассчитанные из нескольких юзеров, вот, они как правило редонли, и как бы для них мы можем хоть создать свою базу. А микросервисы более легкие? И в каком смысле микросервисы вообще могут быть легкими? Ну вот, допустим, запускаем приложение на сервере, да, с кодом, не знаю, в 200 тысяч строк или с кодом в 2000 строк. Производительность меняется? На самом деле абсолютно нет. Разница в том, что только вот билд приложения, диплой приложения с небольшим кодом он будет происходить быстрее. Но эта вещь, она абсолютно малозначительная. И тот, и другой код, он будет работать как бы одинаково быстро. Легкость, может быть, в когнитивном смысле. Это да. Меньше кода воспринимается легче. Но тут дополнительную сложность привносит вот этот раздутый слой API у микросервисов, когда разбор ответов и взаимодействие между сервисами, оно создает как бы еще и дополнительную сложность. Микросервисы имеют возможность делать разнообразный стэк. 100%. Плюс это или минус. С одной стороны, можно на каждую задачу найти подходящий инструмент или даже найти подходящий язык программирования. С другой стороны, небольшие или средние компании, они скорее стремятся, чтобы стэк был однообразным, чтобы разработчики были более универсальные. Зачем нам делать микросервис на Go, если проект на Python? Ведь тогда нам нужно будет иметь и тех, и других программистов, а это не всегда удобно, и не всегда на это есть бюджет. В микросервисах мы можем делать разделение прав. Да, это безусловно, и это то, что можно сделать только при помощи разных сервисов, при помощи разных гид-репозиториев. Нужно ли нам давать разные права разработчикам на разные репозитории, то есть на разные части проекта, вот в случае с микросервисом? Если в крупных компаниях, я думаю, да, это достаточно актуально. Ну, и какой из всего этого я могу сделать вывод? Как я и говорил раньше, если бы не проблема производительности при нагрузке, то можно было бы любое приложение делать, ну вот, просто монолитом, даже не модульным монолитом, а просто обычным, как бы одним сервером с одним приложением. Аналогично и с микросервисами. Можно было бы их всегда делать сколько угодно, если бы нам не нужно было такой высокой ценой организовывать взаимодействие между этими микросервисами. Очень много человеческих ресурсов входит в обслуживание этого взаимодействия, а должны бы эти ресурсы выходить на бизнес-логику приложения, что на самом деле плохо для бизнеса, когда деньги тратятся на оверхед, а не на задачи. Впрочем, они в любом случае всегда тратятся на оверхед, но хорошо бы эти расходы как-то минимизировать и сделать это не в ущерб масштабированию. И микросервисы не очень-то добавляют к горизонтальному масштабированию, они не избавляют от необходимости горизонтального масштабирования. Не всегда нагрузка между микросервисами распределяется равномерно, ведь каждый имеет свою логику и может быть нагружен более чем другой. И, конечно, каждый микросервис, он всегда обращается к своей базе, в противном случае они не будут отличаться от монолита, точнее, производительности они не повысят, а только оверхедное взаимодействие создадут. И, имея несколько бас на запись, у нас как бы будет меньший эффект вот этого узкого горлышка, это правда, но мы будем жертвовать вот легкой реализацией связей. И, что интересно, это может даже плохо сказаться на производительности, ведь бывает, что мы можем связать данные, используя SQL Join, да, к примеру, но не в случае с микросервисами, где мы агрегируем ответы от них к гейтвеи. То есть, вместо одного запроса, да, с несколькими джойнами, у нас будет как бы несколько запросов в разные базы. Также нам будет сложнее реализовать транзакции, ведь транзакции не могут быть между базами, да, если нам нужно положить товар в корзину, не знаю, на одном сервисе, а вот забронировать его, как бы, наличие на складе, нам нужно будет в другом сервисе. Тут крайне сложно будет гарантировать какую-то консистентность данных. Есть шанс, что товаров, как бы, купят больше, чем их есть на самом деле. При операции в рамках одной базы эту проблему решают атомарные транзакции. Вообще, в микросервисах мы можем управлять с распределенными транзакциями при помощи паттерна, который называется сага, но делать это довольно непросто. Нам нужно буквально вручную описывать сценарий каждой транзакции и сценарий ее отката. Когда в рамках одной базы, по сути, вопрос решается просто вот декоратором атомик в коде, то есть одной строчкой кода. И если сервисов много и связей между ними много, то, по сути, мы отказываемся во многом от преимуществ в реализационной базе, да? В некоторых случаях придется отказаться от джойнов, придется отказаться от транзакций, как, впрочем, было бы, если бы мы отказались и от реализационной базы в принципе, правильно? Взяли бы MongoDB, к примеру, и возможно, что вот модульный монолит на Mongo возможно работал бы быстрее, чем его аналог, но разбитый на микросервисах, где каждый имеет базу Passgress. Ну, я таких измерений не проводил, поэтому точно сказать не могу. Я думаю, что решение, какую строить архитектуру, должно зависеть в первую очередь от предполагаемой нагрузки и микросервисы тут не являются каким-то универсальным решением. Но если мы совсем не планируем заниматься горизонтальным масштабированием, то, несомненно, микросервисы будут намного производительнее, чем просто монолит. Но если у нас крупный проект и мы имеем десятки или даже более сотни серверов, нам явно было бы мало того прироста производительности, даваемого именно архитектурным решением микросервисов. Нам пришлось бы в любом случае делать горизонтальное масштабирование, которое плюс-минус делается и работает одинаково в обоих вариантах и в модульном монолитии и в микросервисах. Наверное, у вас могло сложиться впечатление, что я рекомендую все класть в один репозиторий и использовать исключительно одну базу. Конечно, нет. Я этого не рекомендую. Я рекомендую создавать сервисы исходя из логики проекта. Там, где они логически как бы уже хорошо отделены друг от друга. Не исходя из идеологии о хорошей и плохой архитектуре, а создавать как бы отдельный сервис, если идея этого функционала хорошо вписывается в отдельный сервис. То есть, то, что этот сервис вычисляет, это не должно опираться на множество данных, не связанных с этим сервисом и хранящихся в других частях проекта. Иначе оверхэтное взаимодействие может по сути перекрыть выгоды, получаемые от отделения этого функционала в отдельный сервис. Для очень крупных проектах, несомненно, да, нам нужно выделять функционал в отдельные сервисы, как минимум для разделения прав доступа между частями проекта и для более точного выделения ресурсов на каждый отдельный сервис. И не в последнюю очередь нам нужно обращать внимание на возможность локального развертывания проекта. Если для запуска проекта локально нам требуется поднять 100 сервисов в докере, у каждого будет своя база, это будет очень неудобная архитектура для локального развертывания. А вот если сервис достаточно независим и его можно запускать локально сам по себе, а также разрабатывать и тестировать, не запуская другие сервисы проекта, то можно сказать, что выделение функционала в отдельный сервис было удачным решением. Мы начали с того, что увеличение производительности это главная цель любой архитектуры. Так вот, по моему мнению, попытка нарастить производительность именно за счет микросервисов это не очень хорошая идея. Это скорее приведет к оверхеду и усложненным связям. Используйте стандартные методы увеличения производительности, те, что я описал выше, горизонтальное масштабирование. А если вам этого мало, то обратите внимание на поисковые индексы на шардирование баз данных, на синхронный код, конечно, на кеширование или на автоматическое создание воркеров, использование кей-уалию хранилища и NoSQL баз данных. Это все тоже универсальный способ увеличения производительности и требуют они гораздо меньше сил, гораздо меньше времени по сравнению с распилом какой-то кодовой базы на части, просто исходя из того, что такая архитектура должна быть лучше, чем такая. Вот вам мое мнение, а вы напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие вы использовали архитектуры, что вы делаете для повышения производительности, будет очень интересно об этом узнать и всем спасибо, до следующих видео.